В Европе в 15 веке происходили и другие важные перемены. Историки иногда называют это столетие золотым веком европейского крестьянства. Именно в это время на востоке Европы крепостное право еще не оформилось, а на ее западе уже началось освобождение крестьян от личной зависимости. Относительная свобода, которой тогда пользовались сельские жители, способствовала значительному ускорению развития экономики и других сфер жизни общества всех стран Европы. Именно в это время в ряде европейских стран начали складываться централизованные государства. Непрерывные войны, которые велись в странах Азии, дали толчок интенсивным поискам новых торговых путей между Европой, Индией и Китаем. Начало таким поискам было положено китайским золотым флотам мореплавателя Джен Хе. В 1405 году его флот в составе 250 кораблей, на которых находилось до 27 тысяч человек, достиг берегов Индии. В последующие годы Джен Хе открыл для Китая морской путь к Аравийскому полуострову и восточному берегу Африки. Одновременно начался поиск торговых путей из Европы в Индию и Китай. Мир стоял на пороге новой исторической эпохи. Крупнейшим событием мировой истории стал окончательный распад Монгольской империи, произошедшей в XIV веке. На месте огромного относительно единого государства появилось много стран, постоянно враждовавших друг с другом. Это нанесло серьезный удар по торговым отношениям между Востоком и Западом. Беспокойство у европейских правителей вызывало крепнувшее государство турок-османов, которое теснило Византию и других соседей. В XV веке продолжалось распространение ислама. Вместе с арабскими купцами и проповедниками он пришел как в Восточную, так и в Западную Африку, Индокитай и Индонезию. Вершины в своем развитии достигли средневековые городские республики, в первую очередь Генуэзская и Венецианская – городские союзы. В Европе наступал период расцвета искусства и поиска духовного обновления. Начиналась эпоха Возрождения. Активно шел поиск технических решений, которые вели к открытиям и изобретениям, способным серьезно повлиять на жизнь людей. Многие талантливые архитекторы, скульпторы, художники свободно перемещались по странам Европы, включая и русские земли. Они создавали прекрасные архитектурные ансамбли и произведения искусства, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Политическая география русских земель К началу XV века многие русские земли оставались в зависимости от Золотой Орды. Северные и северо-восточные русские территории от Балтийского моря до Урала входили в состав Новгородской земли. Однако Устюг и Вологда, ранее относившиеся к новгородским владениям, вошли в состав Ростовского княжества. Заметно увеличило свои пределы Московское княжество. Тверское, Смоленское, Рязанское, Нижегородское княжество и Псковское земля имели собственные органы власти. Большинство западно-русских земель, ранее составлявших Киевское, Галецко-Волынское, Черниговское, Турово-Пинское, Смоленское и другие княжества входили теперь в состав Польши и Великого княжества Литовского. С 1385 года в результате заключения Крепской унии Великий князь Литовский стал и польским королем. Если раньше борьба за объединение русских земель шла между Московским и Тверским княжествами, то теперь она развернулась между Москвой и Великим княжеством Литовским. Генуэзские колонии в Причерноморье С конца XIII века на Черное море переместился Центр противоборства Генуи и Венеции за первенство морской торговли в Восточной Европе. Генуэзцев поддержала Византия, обеспокоенная натиском венецианцев. При поддержке византийцев генуэзские купцы создали вдоль северного побережья Черного моря немало укрепленных торговых центров. Важнейшим владением Генуэз стала Каффа – современная Феодосия в Крыму. Ее в 1266 году передали во владение итальянцам власти Золотой Организации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok